Всем привет! Меня зовут Дима Новак, за кадром Павел Косенко с камерой. А сегодня мы будем делать то, чего, наверное, не делал практически никто в своей жизни. К нам в руки, благодаря Максиму Баранову, попал замечательный набор. Называется он Polaroid автопроцессор 35 миллиметров. Поясню, значит, если кратко, сложно мы потом все увидим, а если кратко, то это система, которая позволяет снимать на обращаемую слайдовую пленку. Мы ее уже отсняли в этой прекрасной камере Olympus OM-1. Снимали мы вот такую вот мишеньку Clark Chicker, которую используем для создания профилей дехансера. Но самый прикол в том, что вот эту пленку можно проявить в домашних условиях с помощью вот такой вот машинки. куда заправляется картридж с химией. Это все настоящее, аутентичное и неповторимое. И дата истечения срока годности – это март 1986 года. То есть вот эта штука примерно, ну, может быть, года на четыре младше меня. Вот. С ней лет тридцать, не меньше. Вот он картридж с химией, который вставляется сюда, потом сюда вставляется пленочка. Все это прокручивается. Мы будем, следуя инструкции, это все делать. Покуда мы этого сами не делали вообще ни разу, первый раз в жизни эту машинку вижу, мы скачали, распечатали инструкцию. Инструкция небольшая, но там есть схемки, потому что без пол-литра, как говорится, здесь не разберешься с первого раза. Вот. На самом деле тут четыре стадии всего, но ошибиться мы не имеем права. Нам, так сказать, выпала и великая честь проделать такое мероприятие. Первым делом инструкция рекомендует отцепить и чуть-чуть вытянуть язычок из картриджа. Это картридж с химией. В нем пленка. Как я понимаю, эта пленка ложится в машинку, вместе складывается в два слоя, вместе с пленкой вот этой, одна на другую. И дальше прокручивается через картридж, наносится химия. Вот. Что там внутри, мне неведомо, инструкция, вот это вот прекрасный мануал на всех языках, который прилагается к картриджу, на каждой страничке гласит о том, что лезть туда не надо, потому что там какая-то едкая щелочь и, в общем, химия, которая будет неприятна для здоровья. Первым делом нам нужно вставить в машинку картридж. Он так вот заправляется. Все, вот он встал. Теперь инструкция гласит, нам нужно протянуть вот этот вот язычок пленки из картриджа. Вытянут его, он тянется вроде бы. Открываем волшебную крышечку. Под крышечкой не красная кнопка для запуска баллистических ракет, вот, а специальные зацепки, на которые можно прицепить вот этот хвостик. Хвостик мы зацепили. Но это только полдела. Следующим этапом мы заряжаем, собственно, саму пленку. Я все время подсматриваю инструкцию, потому что дело такое, у нас пленка. И так у нас это зацепилось. Все, все легло. Одна пленочка легла на другую пленочку, да, пленка вытащена из процессора, собственно, упаковки химии. Сложилась в два слоя с пленкой самой. Дальше инструкция гласит, что пора закрываться. Дальше мы захлопываем вот эту крышечку прозрачную и закрываем крышку самого процессора. Все, стадия работы при свете у нас закончилась. Теперь будем заниматься непосредственно самой проявкой и вращением рукояти. Значит, дальше у нас очень ответственная стадия. Несмотря на то, что пленка старая, пленке 30 с лишним лет, мы ее отсняли полным набором экспозиции. От одной тысячной секунды с шагом ступеней до 16 секунд экспозиции. То есть мы верим в то, что хоть какая-то выдержка попадет в реальную чувствительность этой пленки. Потому что на момент ее производства она была заявлена как ISO 40. Здесь даже написано ISO 40. Но рекомендуют ее снимать как ISO 6. Поэтому при таком разбросе, не знаю, как она хранилась, мы решили просто отснять весь диапазон. В общем, весь диапазон выдержек, он два раза повторяется на всей пленке. Значит, первым делом нам нужно опустить вот этот рычаг, который, как я понимаю, активирует каспидж. То есть взламывает у него всякие упаковки. И выждать 5 секунд. Мы его опускаем. 2, 3, 4, 5. И дальше мы можем с чистой совестью начать вращать ручку проявки. Не быстрее, чем 2 ворота в секунду. Да. Вот она крещит. С рождения я больше поймайте, как бы. Да, как шарманка. Сейчас она остановится. И в этот момент нам тоже надо остановиться. А если она не остановится. Все, остановилась. Остается у нас 10 секунд проявки. Всего минуту проявляется. Мы поднимаем рычаг. И крутим дальше. Пока пленочка не уйдет обратно. Имеется ввиду, пленка самого картриджа с химией не уйдет обратно в картридж. То есть мы сейчас фактически разделяем ленту картриджа и саму фотопленку. Вот по ощущениям. Вот. Перестал крещать. Раз, два, три, четыре. Все. Мы сделали это. И момент истины. Будем открывать машинку. Сказано открывать на четвертой стадии. Значит открывать. Сейчас увидим, что у нас получилось или не получилось. Так, картридж у нас полностью втянулся сам в себя. Ох, вонючий. Вот тут не передать на видео, не передать запах. Воняет эта штука отвратительно. Так, я даже не знаю, стоит ли после такого запаха все это трогать руками. Что ж, вот наша пленка. И, если честно, я на ней не вижу. То есть она обработана. На ней какие-то следы химии присутствуют. Может быть мы просто не домотали еще до наших приличных выдержек. Есть что-то, я вижу. Есть, 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 я вижу. Может быть надо промыть ее? Так вот, в том-то и дело, что она у нас в веществе. Разве теперь, поехали. Теперь моя очередь говорить. В общем, когда мы ее проявили, вытащили, она была черной. Мы решили ее промыть. Когда мы начали промывать, с нее начало что-то такое сползать. Мы подумали, что это эмульсия. Мне показалось, что это противоорельный слой. Но, когда мы сняли эту гадость, то вот здесь вот видно, что появилось изображение. И оно видно. И оно видно на просвет. То есть, видимо, по задумке, этот слой должен был сойти еще в процессе проявки. Еще 30 лет назад. Он продержался. Ну, продержался. То есть, яркое изображение, причем, довольно контрастное. Да. Все хорошо. Вот, сейчас будем его смывать. Да, а делать нечего. Вот, он потихонечку сходит. Все лучше и лучше, кстати, по мере от намокания пленки. Вот, вот, вот. Во, пошел. Видно, где экспозиция не сработала на каком-то пределом. Короткие были выдержки. А вот вторая попытка пошла. А вот вторая попытка. Конец второй попытки, длинные выдержки. Я так понимаю. Хотя, может быть, и наоборот. Она немножко намокла и стала лучше сходить. Надо еще ее подержать. Может быть, надо все-таки в тепленькой водичке. Да. После того, как мы отмыли пленку, мы высушили ее и отсканировали особым образом. В частности, с отключенной функцией автоматической экспозиции сканера. Это было необходимо для того, чтобы минимизировать вмешательство самого сканера и его софта в итоговый результат. Полученные сканы мишени мы интерпретировали с помощью нашего инженерного приложения Dehanser M-Lootmaker, в котором реализованы нелинейные математические алгоритмы нашего собственного изобретения. И построили профиль этой необычной, потому что очень сильно просроченной пленки. Результат работы этого профиля перед вами. Довольно экзотично, с сильным ретроэффектом, но, что самое главное, весьма и весьма точно.